Привычное невынашивание беременности, при экламсии или экламсии, привычное невынашивание беременности, необъясненное бесследование, большее время необходимое для зачатия, снижение фертильности, дефицит внутри популяции гомозигот по ашалиогенам, дефицит по гомозиготам, дефицит по гомозиготам, дефицит по гомозиготам. эволюционно получается антигены тканевой совместимости отсекаются на уровне гомозигот то есть популяция макроорганизмов не терпит у себя гомозигот то есть таким образом происходит отклонение от ожидаемого менделевского наследования понимаете то есть эти гомозиготы не образуются или не выживают мы эти то есть получается гомозиготность по генам ашеля это пониженная частота в популяции как это все может происходить очень сложными способами начиная с выбора партнера вот если посмотреть вот эти вот пионерские исследования потса и вейкланды девяносто третьем году они на мышках смотрели как мышата друг друга мышь молодые мыши друг друга обнюхивает и кого они выбирают в качестве партнера то есть выбирают в основном тех которые низ не совпадают дальше там проводились исследования на студентках колледжах как они майки чувствуют мальчиков давали им понюхать какие им нравятся не нравятся то есть выбирают в основном есть определенный такой тренд когда начиная с выбора супруга идет выбор супруга который не совпадает по антигенам тканевой совместимости но к сожалению иногда бывает так что и супруги не прислушивается не принюхиваются друг другу сделали себе операцию по исправлению носовой перегородки вымер и назальный орган ряду повредили себе и тогда вот возникает уже проблема которая возникает на этапе при зиготическом зиготического и постзиготическом то есть и вот здесь уже работают разные механизмы понимаете потому что генетики эволюционной генетики поставили разные механизмы то есть допустим для беременной женщины может быть выгодно если мужской глопатиф эмбриона отличен от материнского тогда будет смещение в сторону редких глопатифов мужчины то есть допустим вот она ради ну не смогла не может родить ребенка от этого мужчины не встречается один выкидыш второй выкидыш третий выкидыш но потом от следующего партнера пойдет наоборот компенсатор на то есть и беременность который будет получаться то есть это как бы отложенные выбор партнера то есть вот это бывает если допустим женскому организму выгодно на эволюционном уровне или на биохимическом вы уровне выгодно чтобы был у нее гоплотип у ее плода был гоплотип отличающийся от гоплотип матери но может быть и наоборот возможно такая ситуация когда наоборот женскому организму выгодно чтобы плод которая нанесет был одинакового с ней гоплотипа и тогда будет идти выбор уже со стороны женского организма такой что более редкий гоплотип у женщин будут встречаться с большей частотой потому что будет отсев наиболее часто гоплотипов женщина вот и тогда невынашивание беременности будут сходны с миоэтическим драйвом миоэтический драйв миоэтический драйв это тоже состояние которое скорее всего присутствует у человеческого организма то есть это когда яйцеклетка или сперматозоид преимущественно получает тот или другой гоплотип со стороны предшествия со стороны сперматогониев или оогониев который будет неравновесно то есть только один из гоплотипов будет преимущественно попадать в сперматозоид или яйцеклетку то есть миоэтический драйв это тоже значимая значимый фактор который может присутствовать и дальше получается все в совокупности будет давать гестационный драйв это то что на выходе когда мы будем смотреть кариотип вернее гоплотипы по ашелиогеном у плодов будет иметь гораздо меньшее количество гомозигот по ашелиогеном которые будут по сравнению с ожидаемым внутри популяции но это не значит что их не будет вообще понимаете посмотрите вот те врачи практики которые на сейчас слушают посмотрите сколько к вам приходило пациентов у которых вот приходит пациент мужчина приходит пациентка женщина у них полное совпадение по всем вот этим вот фактором то есть они гомозиготы и тем не менее беременность у них протекал нормального их родителей и они у них есть братья и сестры если вы посмотрите братьев и сестер у них тоже могут быть гомозиготные эти конфигурации то есть речь идет о статистических отклонениях но не о какой-то патологии понимаете то есть вот это вот очень значимый момент ну и как раз то о чем я сегодня не могу уже по времени остановиться но очень важные иммунологические факторы которые обеспечивают дает нам понимание части тех механизмов которые во всем этом деле участвуют то есть понимаете вот оказалось что вот это вот похожесть или не похожесть по антигенам тканевой совместимости между мужем и женой это неоднозначный вопрос то есть могут быть конфигурации когда похожесть выгодно могут быть ситуации когда похожесть невыгодно могут быть ситуации когда похожесть нейтральна и поэтому когда мы сталкиваемся клинической ситуации конкретных супругов то тогда мы должны четко совершенно понимать что здесь мы должны исходить из клиники если у них нет никаких репродуктивных нарушений не нужно их обследовать на антиген тканевой совместимости но если у них есть репродуктивные проблемы такие как неудачные попытки и ком невынашивание беременности или осложнение беременности на больших сроках тяжелая преэклампсия